Ну, на самом деле, как вы заметили, ничего сложного, а тыквы, судя по инстаграмам и социальным сетям, в этом году уродились. И если у кого-то что-то такое осталось, ну вот можете воспроизвести нехитрые операции, которые сделают атмосферу праздника в вашем доме 100%. Праздник, который всегда с тобой, в смысле, со мной, но сегодня на удаленке. Марина Марганова сейчас выходит там на связь. Марин, доброе утро, как здоровье? Первый вопрос. А второй, будешь ли ты отмечать Хэллоуин в семейном кругу, поскольку все равно карантинные истории не позволят тебе это сделать широко и масштабно? Доброе утро всем. Хотелось бы, конечно, уже, Леша, с тобой присоединиться в студии, поговорить со зрителями. Очень интересно, как они справляют Хэллоуин. Я, конечно, Хэллоуин не справляю. Я объясню, почему. Мы вообще плавно же переходим. Ты же знаешь, что в этом году Хэллоуин совпадает с полнолунием. Это бывает, последний раз это было в 1955 году. Ну ты представляешь, да, то есть такой праздник плюс Хэллоуин, праздник и полнолуния, значит, дает эффект. Я вот немножко про полнолуния хотела рассказать, которое наступит завтра. Это будет суббота в ночь, суббота на воскресенье. По Москве это будет 17.49. И связано оно с Ураном, с планетой Уран. А Уран несет шок, прозрение, бунт, революцию. Ну, из положительного. Это свобода. Поэтому все знаки Зодиака сплошь погрузятся в атмосферу, знаешь, такого прозрения, я бы хотела сказать. И хотела сказать, что полнолуния в этом году, которая будет 31 числа, в эту субботу, оно 13 полнолуния. Вообще у нас 12 полнолуний. Но в этом году, как обычно у нас, у нас 13 полнолуний, что нестандартно. Это полнолуния, полнолуния, не исключение из правил. И знаешь что? Интересно, что, конечно, в субботу не рекомендуется, что делать? Общаться с неприятными людьми, потому что они будут все агрессивны. Значит, садиться за руль, отправляться в далекие путешествия планировать. Ну, там, хирургические вмешательства. Это все тоже по возможности нужно отключить и перенести на какой-то другой день. Ну, опять же, люди будут выяснять отношения, менять работу, даже доходить дело, может быть, до какого-то развода или что-то подобное в этом роде. То есть, ну, не рекомендуется. Лучше бы, наверное, купить успокоительность себе и аккуратненько провести это в кругу семьи, может быть. Ну, в общем, спокойно провести полнолуния, знать, что энергии на нас влияют. Значит, что я хотела для каждого знака зодиака, есть девиз в это полнолуния. Ну, расскажу тебе. Плохо тебя слышу, но расскажу. Значит, что касается овнов. Значит, овны откажутся от командной работы, откажутся вообще от дополнительной работы. Тейцы. В это полнолуния им энергия такая падает. Делаю, что хочу, я все могу решить сам. Близнецы будут налаживать отношения, удаленные процессы. И особенно близнецам интересно будет, что документы, которые они планировали давно получить, как раз в это полнолуния, они получат документы, которые запланировали какие-то, в процессе у них были долго. Так что здесь плюс большой. Раки. Ну, у раков пропадает романтика и действует холодный расчет. Ракам хватило, вот буквально неделя предыдущая была охвачена романтизмом. Львы, значит, отключаются от всех домашних процессов, они уходят полностью в рабочий процесс, уезжают, улетают куда-то в командировки и так далее. Ну, в общем, отключаются от семейных дел. Значит, девы. Девы в это полнолуния подумают о том, что они хотят жить только для себя и очертят определенные границы. Здесь я, здесь вы и, пожалуйста, ко мне только по каким-то отдельным вопросам. Хочу для себя пожить. Значит, весы, финансовые вопросы, деньги, и у весов меняется вообще принцип заработка. Это, по-моему, неинтересно. Скорпионы. У скорпионы, кстати, мы раскроем секреты скорпионов. И вообще эта полнолуния связана с тем, что будет раскрываться разоблачение. То есть люди будут читать телефоны, смотреть переписки. Вот все, что с этим связано. Стрельцы. Стрельцов ждет, важные разговоры их ждут, про будущее ждут. Они будут разговаривать о тех моментах, которые случатся буквально через 2-3 месяца, 4, и будут иметь долгосрочную такую перспективу. Ну, у козерогов дела с недвижимостью решаются. И придет какая-то шокирующая информация про кого-то. Козероги будут обдумывать все выходные, что же с ней делать и как в понедельник ее применить. Вот водолеи, они провокаторы этого полнолуния. Они будут копаться во всех делах, и они будут провоцировать конфликты. Водолеи не надо так себя вести. Ну и рыбы перестанут, наконец, рыбы тратить деньги на других и захотят их тратить на себя. Вот такое полнолуние нас грядет. Надеюсь, все будет хорошо. Но месяц ноябрь, будущий месяц ноябрь, очень активный. Пойдут разные события интересные. И мы будем наблюдать воочию. Весь год накопительство было, а сейчас реализация. Маринка, нам не надо интересных событий. Нам бы чего-то хорошего. Скажи, пожалуйста, вопрос такой. Вот это последнее 13-е полнолуние. После него будет что-то хорошее? Как-то все начнет уже налаживаться? Полнолуние же у нас происходит каждый месяц. Это по счету не 13-е. Оно просто исключение из правил. Его не должно в этом году быть. Очень много чего не должно было быть в этом году, но случилось. Да, но это полнолуние происходит раз в три года. Оно, конечно, несет в себе вещи, которые меняют жизнь. Поэтому я рекомендую всем людям, которые сейчас в субботу, на воскресенье. Ну, полнолуние действует два дня до, два дня после. И уже сейчас мы можем наблюдать, будут раскрываться секреты. Рассекреты. Рассекреты всех. Поэтому если вы что-то утаиваете от кого-то, и что-то происходит, то все ваши секреты, возможно, раскроются в это полнолуние. Ну и полнолуние – это всегда все-таки новая энергия. Нужно уметь с ней работать и все-таки в позитив это все переводить. Мария, большое спасибо. Пожалуйста, возвращайся после всех полнолуний, после всех неприятностей на небе. Ждем тебя в этой студии. Я быстренько напомню, друзья, это полнолуние, по крайней мере, Мария назучила рекомендации. Проведите дома. Проведите дома.